Институт общественных наблюдателей существует в Приморском крае с 2019 года. О том, кто эти люди и чем они занимаются, нам расскажет координатор общественных наблюдателей Артемовского городского округа Михаил Сабитов. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, для телезрителей, не все, может быть, даже слышали о таком понятии, что такое общественный наблюдатель? Общественный наблюдатель призван наблюдать и давать оценку работе подрядчиков и администраций всего края, не только Артема, по национальным проектам, которые проходят у нас в крае. То есть, насколько я поняла, это, в первую очередь, безвозмездная деятельность, которая направлена на контроль за выполнением работ? Да, да. Это и в первую очередь, и во вторую, и в третью. Это все безвозмездно. Вы уже несколько лет являетесь общественным наблюдателем. Что впервые вас подтолкнуло к тому, чтобы пополнить ряды общественников? Я же тоже из разряда людей, жителей простых города, которые не всегда довольны ямами, еще чем-либо. Бордюрами. Бордюрами, да. Под устав кидать комментарии, я начал изучать вопрос и наткнулся на ссылку Приморского края, где была такая информация по поводу набора в Институт общественных наблюдателей, которые занимаются именно вот этими же вещами, но не в телеграм-канале или еще где-то в соцсетях, а, грубо говоря, в поле. То есть, от фундамента и до крыши. И можно это напрямую давать свои замечания и оценки. Но самое главное, можно напрямую отправлять замечания свои же, включая губернатора. Ну, вообще, это да, общественный наблюдатель, это краевая программа. Да, агентство проектного управления Приморского края. Я скажу больше, мы даже проводим, даже не совещание назвать, а просто встречи с координаторами. Потому что наблюдателей много, 200 человек. По Приморью. По Приморью. Собрать всех, ну, наверное, невозможно, потому что все работают. Плюс еще и отдаленные же есть у нас населенные пункты. Ну, конечно, села, поселки. У нас есть видеоконференции, где мы общаемся, делимся опытом друг с другом. У нас по краю одни и те же проблемы. Что в Артеме, что в любой деревне, что в Нижних Лужках. В каком году вы пополнили ряды? Я в 22-м. В 22-м. Можете сказать, что, например, по сравнению с 22-м годом, в 23-м году какие-то сдвиги позитивные наметились в плане работы подрядчиков, может быть? Ну, конечно. Подрядчики стали прям, ну, хочу сказать, грубо побаиваться нас, наблюдателей. Ну, потому что они стали понимать, что мы не просто мимо шли и зашли. А мы не мимо шли, мы зашли целенаправленно и с определенной целью, по-русски говоря, найти косяки, и за которые придется отвечать. В первую очередь, а вторую переделывать. Так что с нами стали считаться чуть-чуть. Ну, это здорово. Я думаю, дальше будет больше. Дальше будет больше. Конечно. Мы работаем в этом направлении. Как вы правильно сказали, институт работает с 19-го года. И это все в начальной стадии. Все это ошибки есть у всех. И у нас в том числе. Мы исправляем, работаем. Допустим, когда происходит, скажем, благоустройство по нацпроекту какой-то общественной территории. Вы выезжаете на место. Несколько наблюдателей. Вы между собой как выбираете дату, время, когда именно выехать, приехать? Подрядчик готов к тому, что вы приедете с визитом? Конечно. Начинается все с нового года. Вот в этом году у нас будет заседание проектного комитета, где нам предоставится график выездов на целый год. На целый год. Сколько сейчас наблюдателей? У нас по бумажке 19. А по факту? По факту 6. На выезд 1. Еще раз обращаюсь к людям города. Как вы думаете, 1 в поле воин? Я думаю, что нет. Нет. То есть объекты есть как мизельные по объему, по масштабу, а есть огромнейшие. Ну как, например, культурный центр? ЦДК, ДК индустрия или индустрия кому-то. Индустрия, да. Детский садик сейчас на 230. То есть и один пошел. Он может просто мимо пройти чего-либо и не заметить, а потом это вылезет. Подрядчик не всегда заинтересован. Да, скорее всего, он чаще всего, точнее. И скорее всего из-за этого, исходя, правительство края придумало такую историю с общественным наблюдателем. Народный контроль. Из объектов, которые вы проверяли за 2 года уже, да, какой-то можете отметить особо, например, где подрядчики сработали, к которым было меньше всего претензий? Я по-другому скажу. У нас не было огромных претензий ни к кому вообще. Плюс-минус претензий есть ко всем всегда. Всегда. Каждый выезд. Но есть моменты, где ржавый гвоздь можно выдавить прям при нас. Ну, я утрирую. А есть моменты, где мы прям принимаем, используем рычаги давления или влияния, не знаю, повежливее. Чтобы подрядчик исправлял. И вплоть до краевой администрации. А на ближайший год в Артемовском городском округе какие предстоят объекты для посещения именно общественным контролем? Я взял график выезда, я могу зачитать. Ну, зачитайте график выезда, если у вас есть такая, конечно, информация. Детский сад, район Глобус, ЦДК в Кневичах, всем наслышанный фонтан, площадь Ленина. Также и рекреационная зона Озерные ключи идет, капитальная дорога улица Александровская, Маяковского, это по дорогам. Дворовая территория Бабушкина, еще раз Бабушкина территория, там же, то есть там Бабушкина 4, 18, 22. И капитальный ремонт стадиона ТМ. Стадион ТМ. То есть, в принципе, список объектов достаточно огромный. Огромный, это не весь. Это не один раз посетить нужно. Да, я дополню, пока не забыл. Это не все. Это не все. Почему? Построив какой-либо объект, он же не стоит где-то на Луне. Люди пользуются. Природа пользуется. Вандалы, огромный им привет, чуть попозже расскажу. И все приходит как в упадок, да, ломают. Ломается, само ломается. Материалы сейчас, не как у нас папы делали нам качели, где-нибудь там на Урал вагонзаводе, что они до сих пор не сломаны. Сейчас материал чуть другой. Вот в этот список должен дополниться мониторинг, постмониторинг объектов, которые уже были сданы в те годы. Потому что это все сломано, если мы должны это зафиксировать и должны это исправлять. А каким образом это будет? Ну, подрядчик же уже по сути сдал объект, гарантийный срок закончился. Не всегда. Не всегда, да? Конечно. Первым делом мы, выезжая на объекты, спрашиваем гарантийный срок и сколько, и кто, и за сколько, и за сколько времени. Список объектов очень обширный. Огромный. Огромный. Если взять внимание то, что мы все работаем. И это посетить еще не один раз, правильно же? Да. Это регулярные посещения на каждом практической этапе. Да, и бесплатно. И бесплатно. Слава Богу, сейчас дают технику от администрации транспорта. Вы знаете, правильно вы очень идею сказали в самом начале, что вместо того, чтобы писать в комментариях, есть возможность реальная осуществлять деятельность. Да, чуть-чуть не так. Хорошо, а как? Неправильно вы меня поняли. Не вместо того, чтобы писать. Писать надо везде. Писать. Дополнительно. И стучать надо везде. Я не про то, что стучать, а в смысле писать. Стучать в двери, тревогу. Да, да, бить тревогу. Бить тревогу. Польза идет от всех. От всех. От всех каналов. И телеграм-каналы наши известные. И общественные наблюдатели, и просто общество как бы там к вам приходят здесь, что-то рассказывают. И на улице вы встречаете. Отовсюду должен идти сигнал. Мы должны конструктивно и планомерно идти к светлому будущему, если до нас не дошли люди, не получилось у них. Мы должны дойти, но спокойно как-то, в спокойной форме. Все решается, все делается. Еще раз повторюсь. Краевые программы разработаны по благоустройству, они же все в принципе в рамках федеральных, национальных проектов. То есть соответственно рычаги давления достаточно мощные. Очень много. И так что я приглашаю, идите к нам. Призываю. Мы призываем. В подполье выбирайтесь хотя бы. Мы какой год хотим хоть одного вытащить. А, ну меня вытащили. Хоть одного вытащить сюда. Ну и начать здесь работать. В поле с лопатой, а не с ручкой. Останьтесь половина там, половина сюда придите. И тогда все у нас получится. У всех. По вандалам, пока я не забыл. А, вот, да, кстати. По вандалам. Любого возраста. Вот, можно им прям обратиться. И октября-то там, и комсомольцы бывшие, сейчас пенсионеры. Если вы не знаете, у нас во всем мире установлены камеры видеонаблюдения. В Артеме они тоже существуют. У каждого человека сейчас есть сотовый телефон. С очень хорошей камерой. С очень хорошим зумом внутри. Вас обязательно заметят. Обязательно снимут. И обязательно покажут. Тут вам выбирать, какой славы вы хотите. В жизни. Особенно обращаюсь к детям. К нашим любимым. И к их родителям. А взаимодействие с администрацией, с муниципальными властями. Насколько сложно? Идут ли навстречу? Ну, как вообще вот в целом это организовано? Сложностей не вижу. Есть вопросы, они решаются. Прям решаются, грубо говоря, по звонку. Ну, что-то произошло. Позвонили, объяснили, рассказали ситуацию. Все решилось тут же. Я еще раз повторюсь, сейчас прям все идеально. Взаимодействие постепенно, шаг за шагом выстраивается, выстраивается. Все же с опытом приходит. У нас в Артеме замедействие вообще отличное. Да? Вообще отличное. Я вот сейчас зашел, все отлично, все поговорили, обсудили. О болезненном и насущном. Как я поняла, у нас в принципе сейчас на данный момент в Артемовском городском округе один активный общественный наблюдатель. Нет. Нет? Шесть. Шесть. У нас шесть активных. И девятнадцать фактически. Но на выезд всегда. На выезд всегда. Не всегда. Очень часто выезжает всего один. Почему? У других нет возможности времени? Ну, работают люди. Работают люди. Ну, это же происходит, как правило, в будние дни, да, вот эти выезды. Конечно, конечно. Уже про контакт с администрацией местной. Она идет навстречу, мы все скидываем графики, как мы работаем. Они вот график выездов подстраивают под нас. А вы вообще, скажите, пожалуйста, в какой сфере трудитесь, профессиональная ваша деятельность? То есть насколько вам понятно и близко видно сразу косяки какие есть? Я не строитель. Вы не строитель? Нет. Я строю только дома у себя. Ну, в принципе, понимаете, да? Конечно. А вот… Я же, блин, мальчик. Я же и рос. У меня папа, дед. Строили. Все. Ну, да. Вам не строили. Тут не надо строительное образование. В принципе, неплохо было бы нам заиметь и строителей, и юристов, чтобы с бумажками. Тоже бумаги же много. Точнее, просто там выехал на проекты. И хотим в этом году, чтобы общественных наблюдателей, кстати, подключили, не показывали же окончательный проект того или другого объекта, а чтобы общественные наблюдатели участвовали именно с того, когда проект начинает рисоваться. Потому что иногда получается так, что мы приезжаем и говорим, а зачем? А зачем? Вот эта клумба. Я вот здесь живу, и эта клумба мне здесь не нужна будет по той причине, что здесь годами и веками было вот так, и жители будут недовольны. Ну, а проект уже есть, уже все пошло и поехало. О, это, кстати… Исправить очень сложно. Про исправление там очень сложная история. Документы все готовы, все работает. Так что у нас начало. Это хорошая инициатива, и я думаю, со временем это примет какую-то форму. Мы работаем. Работаем над этим. Мы работаем, мы не сидим ровно, мы не тычим там. Класс, класс, класс. Мы работаем. Как много вообще, в принципе, времени это отнимает? Времени от минимумает. Выезд обычно с утра, с 10. Ну, к 12 часам я уже свободен. Даже если едет Суражевка, объекты, заводской и Артем чуть-чуть. Это получается у вас некое приложение? Нет? Ну, я помню, раньше было приложение, приложение осталось, да? У нас приложение, где форма… А я у каждого закреплю анат, айди и чек-лист. Мы все в одной группе находимся. В чек-листе есть оценка самой работы, работы самих подрядчиков, работы специалиста, муниципалитета, количество техники на объекте, количество мусора даже на объекте, количество людей на объекте, процентная составляющая, насколько объект уже готов. И все это отправляется прямиком туда. С фотографиями привязанными. И там же замечания, да? Замечания, комментарии, все что угодно можно написать. Замечательно. Ну да. То есть это отправляется, по сути, да, это отправляется не в какой-то очередной телеграм-канал, а непосредственно уже людям, принимающим решения. Да. Это же какой инструмент для неравнодушных жителей? Для понимания, еще раз говорю, людей, не понимающих чуть-чуть, или просто не знающих. Люди просто не знают некоторых вещей. Михаил, большое спасибо за разговор, за нашу беседу. Мы призываем жителей, неравнодушных жителей Артемовского городского округа присоединяться к общественным наблюдателям. Для того, чтобы узнать, как пополнить ряды общественных наблюдателей, вы можете обратиться в администрацию Артемовского городского округа. Да, специалисты будут рады принять вас, объяснить, все рассказать. И отвести, и привести. И с таким замечательным координатором свести. Да, свести точно. Спасибо всем за внимание. Приходите к нам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова